Сейчас эти сорвиголовы позируют перед камерой и веселятся, но в воздухе повисло нервное ожидание. Пробный запуск отреставрированных снегоболотоходов назначен на полдень. До испытаний остались считанные минуты. На стартовой площадке реставраторы, механики и мотористы. Машины готовят для службы в Заполярье. Геологи и нефтяники ценят в них неприхотливость и всепогодность. МТЛБ значит многоцелевой тягач легкобронированный. Этот Крепыш с низким центром тяжести и трехметровой колеей потомственный военный. В атаку он не пойдет, слабовато броня и вооружение, зато в тылу показал себя молодцом. Он был демилитаризован по правилам. С него снято вооружение, с него снята радиостанция, там ослаблено бронирование. Тягач выпуска начала 80-х годов, значит, раньше он был военным тягачом. Он предназначался для транспортировки пушек и подвоза боеприпасов, это основное его назначение. Но многие машины шли в мирное хозяйство, так как, в отличие от многих образцов военной техники, они обладают большим ресурсом. ГАЗ-71 машина гражданская, а потому и слабых мест в ней больше, чем в МТЛБ. Часть узлов от заурядных грузовиков, на последних моделях кабина от Газели. Вот, например, огромные плоские лобовые стекла, чистой воды Казус. Если в арктической пустыне оно разобьется, шансов выжить у экипажа почти не будет, замерзнут. Конструкция корпуса тоже не ахти, много углов и сварки, а в результате ниже прочность. Отработал полярную зиму? Заваривай трещины, выправляй гнутые борта. Да и вообще, у исследователей заполярья к машине много претензий. Приходится умельцам вносить свои поправки. Поставлен дизельный двигатель D240, как на тракторе Беларусь, примерно, или на автомобиле Бычок. Это сделано для большего запаса хода. И потому, что большинство применяемой техники на севере имеют дизельный двигатель, чтобы легче было снабжать топливо. Данная машина отличается от стандартной тем, что у нее изготовлен металлический кунг на стандартный тент. Кунг – это что-то вроде металлической крышки для пассажирской кабины. Он утеплен вдоль стен две кушетки. В углу самодельная дровяная печка. Комфорта маловато, но и цена на машину демократичная. Подобный тягач можно купить за полмиллиона. Тем более, что вездеход еще и лодка. Форсирует любой водоем со скоростью пешехода. А на шоссе разгонится до 50 км в час. Поедая 150 литров солярки на сотню километров. Пилотный запуск прошел успешно. Разве что небольшие проблемы с топливной системой подпортили настроение мастеров. Еще немного работы и отправятся трудяги на северную вахту. Субтитры создавал DimaTorzok